Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 марта. Житие преподобного Отца нашего Никона, Игумена Печерского. Когда Господу угодно было насадить в России многоплодную ветвь иноческого жития, Он прежде других привел к искусному и трудолюбному первоначальнику российского монашества Святому Антонию, Подвязавшемуся в пещере преподобного Никона, который был ему добрым сотрудником в подвижничестве. Ревностно проходя степень иноческих добродетелей, подражая во всем наставнику и учителю своему, Преподобный Никон являл в себе достойного вождя иноков и надежного руководителя их в мысленный вертоград постнического жития. Когда приходили к Антонию лица, желающие принять равноангельский образ, он сам поучал их добродетелям, а преподобному Никону он повелевал постригать их. В деяниях этих двух подвижников можно было усматривать некоторый вид, подобие Моисея и Аарона, Ибо преподобный Антоний принес закон со Святой Афонской горы, как Моисей с Синайской. Преподобный же Никон действовал по повелению Антония, как Аарон, почтенный саном священству. Все дела свои Никон совершал с благопокорностью, испытывая не только одни радости, но с терпением переносил и скорби благодаря за все Бога. Великой радости духовной сподобился он, когда постриг преподобного отца нашего Феодосия, оказавшегося вскоре великим наставником иноческого жития в России. Возрадовался духом и тогда, когда постриг именитого боярина Блаженного Варлаама, а также заведующего всем хозяйством у князя и любимца его Блаженного Ефрема Евнуха. Но за этих постриженников он потерпел и немалую скорчь. Ибо, узнав об их пострижении, князь Езеслав сильно разгневался на преподобных и повелел одного из них, именно совершившего пострижение, тотчас привести к себе. Слуги тотчас же отправились и привели к нему Блаженного Никона. Посмотрев с гневом на святого, князь спросил, «Ты ли постриг боярина и Евнуха без моего повеления?» Преподобный Никон ответил с мужеством, «Я постриг их благодатью Божией по повелению Небесного Саря Иисуса Христа, призвавшего их на таковый подвиг». Князь разгневался еще более и сказал, «Или убеди их возвратиться в дом свой, или я пошлю тебя из сущих с тобой в заточение, а пещеру вашу велю раскопать?» Блаженный Никон отвечал, «Владыка, делай все, что тебе угодно, мне же не подобает отвращать воинов от небесного царя». После этого святой Антоний и бывшие с ним вышли из пещеры, намереваясь по причине княжеского гнева и укоризна блаженного Никона отправиться в другую область. Но вот один из отроков поведал об этом княгине, она же напоминая князю о гневе Божьем, постигшем отечество и ее землю ляхов-поляков. За изгнание отцом ее Болеславом храбрым чернористов, постригших Моисея Угрина, сказал ему, «Послушай меня, господин, и не гневайся! В нашей стране также изгнаны были такие же чернористы, и много пришлось потерпеть за них, смотри, господин!» «Чтобы не случилось того же и в области твоей!» Услыхав это, князь убоялся гнева Божий, отпустил блаженного, повелев ему возвратиться в пещеру. Вместе с тем он послал с мольбой о возвращении в пещеру и к тем, которые удалились из нее. И только по истечении трех дней, вняв просьбе князя, они возвратились в пещеру, как об этом говорится в житии преподобного Антония. После таковой напасти преподобный отец наш Никон проводил суровую жизнь в пещере. По стому молитвой он одержал много побед над злыми духами, показал себя единонравным с преподобными отцами Антонием и Феодосием. Они были три светилы, сияющие во мраке и разгоняющие тьму бесовскую. Пояснение. Афонская гора, по-гречески Святая гора, узкий гористый полуостров, вдающийся в архипелаг Игейское море известен как центр иноческой жизни для греческого Востока. Иноческая жизнь здесь появилась в древние времена, хотя несколько позже, чем в Сирии и Палестине. Для русской церкви Афон имел ранее по XVII век большое значение. Здесь постригся отец русского монашества преподобный Антоний. Отсюда был взят студийский устав преподобным Феодосием для своего Печерского монастыря, потом перешедший, по словам летописцев, в другие монастыри. Здесь в богатых монастырских библиотеках получали наиболее широкое по тому времени религиозное образование нашей иноки, ходившей на Афон, например, преподобный Нил Сорский. Как одно из наиболее чтимых святых мест православного Востока, Афон ежегодно посещается тысячами богомольцев. Преподобный Феодосий Печерский скончался в 1074 году, 65 лет от роду. Преподобный Варлам Печерский скончался в 1065 году в городе Владимире. Преподобный Ефрем Печерский был впоследствии епископом Переяславским, скончался в 1096 году. Изислав Ярославич, сын великого князя Ярослава Мудрого и внук святого раба, но апостольного князя Владимира. Княжил в Киеве с 1054 по 1068 год. После значительного умножения братьев в пещере блаженный Никон пожелал уйти в уединение и безмолвствовать. Посоветовавшись с преподобным Антонием, поговорив с другим чернористом, болгарином Святогорским из монастыря Святого Мины, он отправился с последним. Придя к морю, они разлучились. Болгарин, отправляясь в Константинополь, нашел посреди моря остров, на котором и поселился. Прожив там много лет, терпя голод и холод, он с миром скончался. Остров тот и доселе называется Болгаров. Великий же Никон ушел на остров Тму-Тараканский. Этот остров находится на восточном берегу Керченского пролива. И обрезший близ города в незаселенное место, поселился там безмолвства и служа Богу. Неленостно прилагая труды к трудам и удивляя народ необычайным житием своим. Слава о нем распространялась повсюду. К преподобному стали стекаться многие люди из города и других мест. Они делились его жизни, так как не были еще утверждены в вере и о монашеской жизни ничего не слыхали. Но потом, наставляемые Богом, желая наследовать иноческое благонравие, они молили преподобного Никона постригать их. Святой поучал их и постригал, и соорудил там церковь Пресвятой Богородицы. И вот благодатью Божией по молитвам преподобного Никона возросло место то, возник славный монастырь, подобный монастырю Печерскому. По смерти Ростислава Владимировича, князя Кмутаракани, преподобный отец наш Никон, умолен был жителями той страны идти к Святославу Ярославовичу, а то сын Ярослава Владимировича, княжем с 1054 по 1076 год. И просить его, чтобы он отпустил им на престол кмутараканский сына своего Глеба. Дойдя до города Чернигово, исполнив благополучно возложенные на него поручения, преподобный отправился в город Киев и пришел в монастырь Печерский к блаженному игумену Феодосию. Увидавшись, оба они пали вместе на земли и поклонились друг другу, а потом обнялись и много плакали от радости, так как долгое время не видались. После этого преподобный Феодосий умолял блаженного Никона, чтобы он не покидал его до тех пор, пока они живы. Никон обещался ему, говоря, «Я пойду и только управлю свой монастырь, и потом, если Богу будет угодно, возвращусь опять». Он так и поступил. Дойдя до острова Тмутараканского с князем Глебом Святославовичем, Князь Новгородский княжил с 1067 по 1077 год, занявшим престол, преподобный согласно своему обещанию правил монастырь и возвратился к Феодосию. Придя в Печерский монастырь, он предал всего себя преподобному Феодосию и со всякой радостью покорялся ему. Преподобный же Феодосий очень любил его и считал как бы отцом своим. Поэтому, когда сам отлучался куда из монастыря, он поручал тогда братью, блаженному Никону, как старейшему из всех, чтобы поучать и хранить их. Часто также преподобный Феодосий, сам наставляя братью духовным словом, повелевал делать тоже и блаженному Никону, начитанному в книгах. Много раз, когда блаженный Никон сшивал и делал книги, так как был искусен в этом, сам преподобный Феодосий, садившись около него, приготовлял ему потребные для этого дела нитки. Но вскоре блаженный безмолвник, преподобный Никон, пожелал снова возвратиться на свой остров. Среди князей российских возник раздор вследствие захвата Святославовым, изгнавшим своего брата Изяслава из Киева, его престола. Он не мог выносить волнения, возбужденных этим событием, при которых немыслимо было соблюсти безмолвие духа. Преподобный же Феодосий умолял его, как и прежде, не покидать его, пока он жив. Но блаженный Никон, испросив прощения, так как не мог терпеть мятежа, привык к уединению, ушел с двумя чернорисами и прожил там несколько лет в обычном своем подвиге. По представлению преподобного Феодосии, после принятия игуменства блаженным Стефаном, преподобный Никон, побуждаемый братолюбием, пришел снова для посещения преподобного Феодосия. Он сожалел о том, что не нашел в живых любимого своего друга и решил остальное время своей жизни провести в его монастыре. Часто приходил он ко гробу святого, проливал здесь скорбно-радостные слезы, частью печалясь о разлучении любимого своего брата, частью благодаря Богу, что в России просиял равноангельским житием такой светильник, на которого он, Никон, своими руками возложил святой ангельский иноческий образ. После игуменства святого Стефана, братья, считая Никона за старейшего из всех, так как и сам преподобный Феодосий принял от него иноческий постриг, по изволению Божией и по общему согласию избрала его себе игуменом, как единонравного по житию отцам Антонию и Феодосию. Они любезно повиновались ему во всем и почитали его как отца и наставника, видя в нем одном подобие тех обоих. Много раз покушался враг и ненавистник добра дьявол и сему преподобному, как и блаженному игумену Стефану, строить препятствия в деле попечения о душах, врученного ему Богом стада. Желая возмутить братью ненависти против него, но никогда не успевал он в этом, оставался посрамлен, и тьма его не покрывала света добрых дел преподобного Никона. Блаженный игумен Никон так угодил Богу, будучи своего стада образцом добродетелей, что во время его игуменства было чудесно украшено святыми иконами, созданные Богом Святая Церковь Печерская. Ибо к земным молитвам этого блаженного строителя приложились своими небесными молитвами его друзья, преподобный Антоний и Феодосий, и прислали к нему иконописцев из Константинополя, дав им за наем золото. Преподобный игумен Никон показал тем иконописцам образ любимых друзей своих, преподобных отцов Антоний и Феодосий, скончавшихся десять лет тому назад, и они тотчас же узнали в них тех, которые явились к ним, наняли их и послали к нему. При этом они рассказывали другие дивные чудеса. Так, когда они хотели возвратиться, явилась им Святая Церковь Печерская и икона Пресвятой Богородицы, от которой слышали запрещение возвращаться обратно, как они чудесно приплыли к горе против течения, хотя сами стремились плыть вниз по течению. Пришедшие столь чудесные иконописцы при усердии молитвах преподобного Никона старательно принялись за украшение Святой Церкви Печерской. Причем опять было немало чудес, ибо сама икона Пресвятой Богородицы в алтаре изобразилась чудесно мусиею. Это мозаика. И из уст ее вылетел голубь, как об этом пишется в пространном сказании о Церкви Печерской. Все это было по небесным молитвам преподобных отцов Антония и Феодосия и земным блаженного игумена Никона. Затем и сам преснопамятный игумен, преподобный отец наш Никон, украсив разнообразными подвигами своего равноангельского жития Печерскую обитель, после долговременных трудов, почила Господь о сотворении мира в лето 6596-е, от Рождества Христова 1088-е, при великом князе Киевском Севолоде Ярославовиче. И тело его положено в той же обители Печерской, в родной ему пещере, где и до ныне нетлением мощей своих он свидетельствует о своей святости, которую и по смерти чудотворно украшает свою святую обитель. Духом же он переселился в небесные обители для неизреченного, вместе с единонравными своими друзьями преподобным Антонием и Феодосием, лицезрение Божие уже не в образах, но лицом к лицу. И там, осеиваемые вечную славою, они, как три святильника, предстоят престолу тресиятельного Божества, и как отцы молятся о нас, своих детях, чтобы мы явились наследниками их благодати и славы, праведной жизнью для Бога. Ему же слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.